Добрый вечер, доброе время суток, дорогие друзья, дорогие подписчики. Буквально за несколько минут до начала нашего третьего урока, пока у нас нет здесь еще наших гостей, я решила поделиться, что же мы сегодня будем пробовать. И, конечно же, тема у нас интересная – ощелачивание организма. Поговорим, какие методы закисления, ощелачивание, что лучше всего работает из еды, допустим, и из различных систем. Также, конечно же, у нас сегодня противогрибковая, противопаразитарная диета. Протестируем, у нас куча тестов сегодня. И, конечно же, мы едим очень вкусняшки, разную еду, которая практика. То есть люди, которые проходят курс, они практикуют, пробуют, и потом это очень легко и просто внедряют в свой рацион. Так как у нас в программе противопаразитарной есть очень много специй, очень много разных масел, и трав, и так далее. То есть хотелось бы очень коротко сказать, что у нас будет сегодня на классе. Те, кто не приехал лично, а будет смотреть нас онлайн через закрытую вебинар-комату для участников курса, конечно же, слюнки, наверное, будут течь. Итак, у нас сегодня будут из хлебцов, которые, допустим, противопаразитарные, у нас вот такие хлебцы. Значит, здесь у нас находится... Значит, так быстро все делала, что сейчас пытаюсь вспомнить, что я положила. Сельдерей я мелко перемолотила с чесноком, а зелень резала. Здесь у нас кинза. Семена добавила чия, льна и тыквенные семена. И вот эта паста, она как бы получается основа, да, сельдерей перемолотой, немножко воды. И семя льна и чия, они дают эту густоту. Это противопаразитарные хлебцы. Сюда я добавила немножечко морской соли, немножко совсем кардамона, специи по вкусу. То есть противопаразитарные программы, у нас очень много разных специй. Можно добавлять красные, черные, жгучие, то есть перцы. Я люблю кардамон, тмин, можно куркумин, то есть зиру и так далее. То есть добавляйте, пожалуйста. Куркума здесь еще добавлена. Вот, думаю, что же здесь такого ярко-желтого. И также мы сегодня в гидраторе делали вот такие хлебцы. Ну, это противогрибковая диета. То есть это противопаразитарная, это противогрибковая диета. Что же это за хлебцы такие? Основа это кокосовая мякоть, то есть натурального молодого кокоса мякоть, перемолотая на блендере с малиной и с брусникой, ягоды кислые. И мы добавили сюда кунжут. Кунжут, кстати, тоже противопаразитарный, между прочим. Добавили сюда чиа и семена льна. То есть это вот противогрибковые такие хлебцы. И также у нас сегодня в программе обязательно есть проростки. Значит, у нас сегодня пшеница. Мы сегодня заквасили все для ревидживилака. И, кстати, в хлебцах тоже есть пшеница. Я забыла сказать, что там 2 столовые ложки пшеницы. Это второй-третий день пшеницы. Уже маленькие-маленькие проростки. Я надеюсь, что видно хорошо. Также сегодня мы будем есть маш. Маш уже пророщенный, тоже второй день. Значит, маш это у нас проростки. Вот такие. Манг-бинс. Мы добавим сегодня это в салат. Я добавляю в супы, в салаты. Салат у нас приготовленный тоже сегодня. Я показываю в пленочке его. Но без пленочки надеюсь, что он не вылится, конечно. Салат у нас питательный и очищающий одновременно. В салате морская капуста. Предварительно я ее вымочила. Она была у меня сухая. Я порезала ее. В салате сельдерей, перец сельдерей резанный, значит, кунжутные семечки. Специи здесь у нас. Немножечко яблочного уксуса, лимона, кардамона, пажетника, меда, соли. То есть здесь получается у нас все по минимуму. Мед вместо сахара я клала. Морковка, естественно, дала тоже сок. И здесь масло авокадо и масло тыквы. Так как это и очищающая программа, то я использую при противопаразитарной программе. Использую масло тыквы. Покупаю я в Plenty Food. Вот она такая маленькая бутылочка. И вот такое масло я люблю. Тоже в салаты и на нем готовить очень хорошо. Добавляю масло авокадо. Там смесь идет кокоса и еще какое-то интересное растение. Дальше. Сегодня у нас, конечно, неэстетично. Не смогла я открыть банку, друзья. Простите, но должна вам показать. Вот это у нас противопаразитарная капуста. Сейчас приедет муж и откроет нам банку. Или кто-то из мужчин на курсе. У нас сегодня будут мужчины на курсе. Кто-то из них закрыл и можем теперь открыть. Значит, это противопаразитарная капуста. Она употребляется три раза в день. До еды, до мяса особенно. За 30 минут хотя бы. И очень хорошо очищает организм. Противогрибковая и противопаразитарная. В эту капусту входит сразу и около 8-9 специй, которые помогают выводить различные паразиты. Если кому-то нужен рецепт, обращайтесь. Я подскажу, помогу. Ну а если вы хотите пройти полную программу, тоже обращайтесь. Присоединяйтесь к нам. У нас скоро начнется уже четвертая группа. Поэтому присоединяйтесь. Будьте здоровы. Ну вот, также мы сегодня хлебцы будем запивать вот таким чаем. Здесь у нас чай такой бодрящий, согревающий. Значит, лимон, брусника, имбирь. Из специй здесь у нас мята, это трава, да, и кардамон. Также я немного добавила сюда корицы. То есть вот такой вот чай мы сегодня будем пить. Я буквально сейчас его заварю. Вот такое очень коротенькое меню. Пойду встречать уже гостей, наших участников курса. Всем хорошего вечера, настроения. Присоединяйтесь в Клуб Здоровых. Становитесь на правильный путь. И запомните, самое темное время перед рассветом, даже если у вас сейчас темная пустыня, трудный путь, какие-то трудности в плане здоровья, всегда есть выход. Запомните, на любую болезнь есть лекарство.